Продолжение следует... 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 Пожалуйста, в этой графе пишется код, идентификационный код. Дальше. Это та бумажечка, которую получали в налоговой своего района. Да, в налоговой, в которой каждый человек имеет регистрационный код свой. Во втором разделе все спрашивают, какие периоды доходов. Опять обращаю внимание, мы работаем по доходам за 2014 год, за календарный год. С 1 января по 31 декабря 2014 года. Люди спрашивают, пишут здесь, уже пошли возвраты документов, пишут доходы под май месяц. С апреля по апрель. Значит, не год текущий, который до мая месяца, а календарный. Мы говорили, о чем здесь люди могут предоставить нам все-таки доходы, но при этом надо потом к этому пакету документов приложить еще справку о доходах. За 6 месяцев человек имеет право предоставить доходы. Но это в том случае, если в семье кардинально изменилась ситуация. То есть были доходы в месяц, например, 3 тысячи, потом человек каким-то образом перешел на минимальную зарплату, 1218 гривен. То есть в этом случае человек может взять за 6 месяцев перед маем, это с ноября по апрель включительно, и приложить эту справочку из предприятия о полученном доходе, нам сюда приложить к пакету документов. Кстати, справочка о размере полученного дохода, она проходит последнее, будем говорить, утверждение на центральном уровне. Она будет передана в налоговые инспекции, которые потом предприятиям передадут эти справки, они будут опубликованы, эти справки о доходах. На следующий момент завершается процедура по этим справочкам, утверждения. Дальше у нас информация про вытраты, про предбание майна. Вот написано о размере 50 тысяч гривен. Опять надо, граждане, обратить внимание. Мы до этого с вами обсуждали, что это за 50 тысяч. Это разовая покупка, которая именно на большую сумму. То есть 50 тысяч и выше. Но я хочу здесь обратить внимание в декларации. Вот здесь эта покупка, она рассматривается за период до 1 мая включительно. То есть за год до обращения. То есть не за календарный 2014, а за год. То есть если на момент обращения, на 1 мая, в апреле была осуществлена покупка, в апреле надо уже эту графу заполнить, что получена у вас, произведена сделка, либо получена какая-то услуга на эту сумму. И тогда семье будет рассматриваться вопрос на значение субсидий как исключение, решением комиссии. Поэтому этот момент надо обязательно всем иметь в виду. То есть год имеется, если на 1 мая, с 1 мая 2014 года по 1 мая 2015. По 30 апреля 2015. То есть если в апреле прошлого года было что-то приобретено, то это уже можно не показывать. Да, за год до обращения. То есть вот эти моменты надо чутко нам здесь разделить. Доход идет календарный год 2014. То есть общая сумма начисленного дохода минус выплаченный подоходный налог. Это для тех, у кого зарплата. То есть без подоходного налога сюда ставится сумма конкретно. То есть заявители к нам обращаются и просят все-таки объяснить, почему только снимается подоходный налог, почему все остальные сборы, они идут в расчет. Потому что именно пунктом 8 постановления Кабинета министров эта норма именно так обозначена. И другого на сегодняшний момент не предусматривается. Поэтому без подоходного налога правила назначения такие. Я бы хотела, чтобы мы еще к доходам все-таки вернулись. Что включается в доходы помимо зарплаты? Что человек? Это, допустим, пенсии, да? Это пособие на ребенка включается и включается. И тогда как это прописывается джерело доходу? Что здесь подразумевается? Чтобы мы по этим пунктам прошли. Есть у нас звонки такие от пенсионеров, которые, например, в 90 с лишним лет женщина звонит, говорит, я не помню размера, сколько получила. В этом случае мы говорим, конечно, нам нужно, мы очень обращаемся ко всем, что, пожалуйста, мы назначаем по вашим представленным документам. В исключительных, конечно, случаях, если вы не можете заявить эту сумму, вы можете написать свою фамилию, написать вид дохода пенсия и написать сумму, которую вы, ну, предполагаете, что вы получили. И обязательно нам указать пенсионный фонд, которым вы получаете пенсию. Какого района? Есть люди, например, проживают в Дзержинском районе, пенсию получают в Коминтерновском районе, либо вообще в городе Лазовая. Поэтому надо именно специалисту, который будет обрабатывать документы, четко понимать, куда ему направлять запрос, где искать размеры правильные по пенсии. То есть, допустим, если в московском районе города Харькова, ПФ московского района города Харькова. Это джерело. Или ПФ города Лазовая Харьковского района. Да, есть и пенсионеры. В 2014 году есть и пенсия, и заработная плата. И еще, например, какие-то полученные им выплаты, например. И есть работающие пенсионеры, которые получают пенсии 9 мая, поздравительные. Эти доходы надо указывать. Здесь, пожалуйста, их указывайте. Не пропускайте. То есть, любую материальную помощь, разовые какие-то выплаты. Да, премиальные, если на предприятии. Это все указывается. Надо указывать. Не включается только одноразовая материальная помощь. Одноразовая. Не включается. Только одноразовая. Но это должна быть четко реалиментированная. В бухгалтерии эта сумма согласована. То, что начисляют человеку и выплачивают. И, будем говорить, профсоюзные выплаты, которые носят характер, человек их получил, и с них удерживается подоходный налог. То есть, они все подлежат, именно согласно кодексу плательщика налога, они подлежат оподоткуванию. Все это с налогом, все это будет зарегистрировано по коду, который граждане укажут. Поэтому нам обязательно важно, чтобы вот тут граждане не пропустили те доходы, которые они получили. Человек сдает квартиру в аренду. Указывается это в доходах? Согласно договору аренду. Он должен это показать. А если это левый, без договора? Мы говорим о том, что это субсидио насчестное, пожалуйста, записывайте свои доходы, какие получаете, которые получает семья, и мы будем на них делать расчет. Хотелось бы учить такие нюансы. Есть вот призы получают, например, там, есть акции в коммунальных предприятиях, при оплате, например, там, стоимости там за год или еще что-то. Водоканал когда-то проводил такую акцию. Это как пример. Может быть, у других какие-то призы есть. То есть вот этот приз, он тоже проходит систему снятия налога с вот этой суммы приза. Поэтому он обязательно, этот приз, размер, даже если он 60 гривен, он попадет вот конкретно в органы налоговой инспекции. Когда мы туда сделаем запрос по персональному коду регистрационному, эти доходы там мы увидим. Человек выиграл машину в лотерию. Подарки, это все, оно идет как выигрыши, которые проходят ситуацию там налогообложения. Если это все через, все, что проходит налогообложение, все виды должны здесь быть отражены. То есть надо просто вспомнить, что за год было приобретено, либо продано в виде и получены доходы, либо получались какие-то дивиденды где-то, ну, даже проценты от депозитных вкладов. Многие звонят нам, очень много телефонных звонков о том, что банки ликвидированы. И как делать в этом случае, ну, как определять вот этот размер суммы, не могут связаться с банками. То есть у нас есть фонд гарантирования вкладов физических особ, есть телефон на горячей линии, я хотела бы сказать номер. Да, пожалуйста. 0800 308 108. 0800 308 108. Пожалуйста, обращайтесь в этот фонд и рассказывайте свою ситуацию. С каким банком у вас отсутствует связь, и как вам уточнить ваши размеры процентов, доходных процентов от депозитных вкладов, конкретно депозитов. То есть мы не говорим от ваших текущих расчетных счетов, а именно от депозитных расчетных счетов, там, где у вас идет... То есть не зарплатная карточка имеется в виду, а то, что лежит для накопления. Поэтому нам очень важно, чтобы те граждане еще, которые будут заполнять, вот в части заполнения заявления, тоже очень много обращений у нас. В каком части, вот оно, в принципе, вот этот момент... Сейчас, одну секунду, а если помимо депозита человек получил кредит в банке, это тоже указывается на большую сумму, там, допустим, на покупку автомобиля? По кредитам мы не... Как еще, как данные такие у нас... Он получил просто деньги для решения каких-то задач и проблем. А мы говорим о тех, которые доходы, которые он получил за услуги, за сделанные, выполненные по договорам работы. Как вознаграждение. Да, вот. А это он просто получил для решения проблем, задач, которые он будет, потом кредит он будет возмещать. А мы говорим о тех доходах, которые пришли, и он будет их использовать уже на личной цели. Понятно. Вот что... Еще у меня... По доходам, да. Вот если в семье есть пенсионеры, инвалиды, которые уже имеют какую-то скидку, льготу при оплате коммунальных услуг. Это как-то вот... Я смотрела, я это не нашла, где это описывается, куда это вписать и как указывать. Но при этом как бы на вскидку получается, что все равно даже при вот таких вот скидочных уже существующих положена субсидия. Вот где это указывать и как это указывать. Законом Украины определена перечень граждан, которые в связи с какими-то, будем говорить, заслугами, определенными наслугами, им, государством, предоставлены льготы. Льготы тоже имеют для каждой категории таких граждан свой перечень услуг. То есть это инвалиды войны, участники войны, это у нас и чернобыльцы, которые пребывали, люди в Афганистане выполняли свой воинский долг. То есть и дальше это и категория лиц, которые служили в МВД, в Министерстве обороны, СБУ, прокуратуры, ну и так дальше. Это перечень неполную еще, что я сказала. И для каждой категории в связи с его вкладом этого человека определен размер или там ранения были, размер вот этого снижения оплаты коммунальных услуг, в частности, раз мы субсидии говорим. То действительно вот эта льгота по коммунальным платежам, она оплачивается из государственного бюджета, вот конкретно по размеру вот этой льготы. А вот остаток, который недоплаченный, а расчетный, остался, который человек самостоятельно платил. Вот на вот этот остаток, который без льготы, мы и делаем расчет субсидии. То есть, ну тут остаточек может быть вот этот только на одного человека, потому что льгота может распространяться только на одного члена семьи. Может распространяться, например, на него и на зарегистрированную там жену и детей. Если дети не зарегистрированы, например, только на жену распространяться. То есть, опять же, надо знать тот перечень людей, на кого распространяется эта льгота. И вот этот остаток от оплаты льготы этому человеку, от погашения льготы, может быть рассчитан и может еще у человека быть право по доходу расчетное и на субсидию. Поэтому люди, которые действительно обращаются и имеют льготу, они имеют право на субсидию. К сожалению, здесь вот в колоночках признака льготы мы нигде не видим проставления. Но когда мы будем обращаться в коммунальные предприятия, мы будем получать эту информацию. Ну, я думаю, что если граждане нам здесь покажут где-то, эта информация, она будет прочитана нами. То есть, граждане очень хотят эту информацию показать нам, которые звонят и настаивают. Но мы не возражаем, если вы в поле покажете где-то информацию, например, 50% льгота, мы уже обратим на это внимание. Ну, а мы будем обмен делать с коммунальными предприятиями именно по вот этим заявленным данным, именно которые в заявлении, где граждане укажут перечень услуг, которые не имеют. Потом укажут лицевые счета, конкретно с тех квитанций, которые именно эти услуги предоставляют предприятия. То есть, по каждому профильному предприятию, харьков, газ, энергетика, тепло, да, каждое предприятие имеет свой лицевой счет, и эти счета нужно вписать. Да, очень много приходит звонков, люди к нам обращаются, и они говорят, что как-то трудно им понять вот эту ситуацию, о каких квитанциях мы говорим. Но вот в данном случае вот такого плана квитанции вот присылают нам тарифы на услуги теплоуслуги. Да, теплоуслуги. Это мы попросили у коммунальных предприятий, они с нами вот поделились, предоставили вот свои форматные вот квитанции. Квитанции, да, и вот эти сноски. Вот здесь находится непосредственно вот лицевой счет, ну, либо это через О дробь Р, особовый рахунок, это на украинском мове, либо Л через дробь С, лицевой счет. То есть приблизительно мы говорим о том, что у нас вот такие бланки, и мы говорим о вот этих лицевых счетах конкретно из коммунальных предприятий, для того, чтобы мы с вами прискорили вот именно обработку документов. Немножечко нечеткий такой вот бланк, но такого формата вот жилком сервис. Мы взяли вот именно сайта, распечатали, здесь вот перечень услуг, которые в жилом доме, и здесь вот наверху стоит вот конкретно лицевой счет по жилком сервису. Поэтому каждый бланк, каждое предприятие у вас есть. Не обязательно это должны быть апрельские бланки. Возможно, это лицевые счета прошлогодние. Это счет не меняется, да, у нас кодок повторяется, если это не новое какое-то предприятие. Очень удобно граждане работают сегодня, особенно в Харькове, по лицевым счетам, это Мегабанка. Мегабанк разнес в апреле месяце всем гражданам свои квитанции о платежах, о начислениях, какие есть. И там конкретно есть и лицевой счет банка, Мегабанка. Ну, будем говорить так, что если вы уже не находите вот никаких данных по вашему предприятию, по вашему адресу, вы можете связаться с абонентными службами каждого коммунального предприятия. То есть эти адреса, вот, ну, телефоны, ну, может быть, как молодые. Телефоны, по-моему, тоже есть на квитанциях. Каждый есть и есть в договорах. Есть в договорах у людей. Почему? Потому что и Облэннегра заключала, и тепловые сети, и Харьковводоканал. Они заключали свои договора, и там в каждом договоре указан ваш лицевой счет. Ну, я могу сказать, что нет. По договорам? Конечно, и не все договоры. Есть ведь, была публикация в газете, и считается, что таким образом харьковчане заключили договоры. Поэтому на руках, я думаю, у многих нет договоров. Ну, вы знаете, вот уже как такой крайний у нас выход тоже. И, опять же, я говорю, для того, чтобы мы быстрее обработали ваши документы, нам нужно работать согласно утвержденным вот таким форматам заявлений, для того, чтобы идентифицировать работу, унифицировать ее, и быстрее обработать дела. Если вы не сможете, как граждане, заполнить уже нам в разрезе услуг, мы ваши лицевые счета сможем определить, конечно, по лицевому счету Мегабанка. Но это дополнительное время. Вы должны понимать, что это идет поиск, это идет расшифровка. Мы должны обратиться в Мегабанк и получить вот эту расшифровку по видам услуг. Ну, хотелось бы, конечно, получить от граждан вот такое содействие, получить в разрезе коммунальных услуг вот эту информацию. Поэтому граждане, вот еще здесь заявление, они обращают свое внимание, действительно нам обращают, и говорят, что вот здесь человек просит мою заяву рассмотреть в видповедными органами. Для чего? На предмет того, чтобы как исключение мы имели право рассмотреть ваше заявление, но это по гражданам. Это в том случае, если лицевые счета, вы знаете, они открыты не на вас, а открыты на другого домовладельца, который отсутствует длительное время. А вы, например, граждане, которые проживают, зарегистрированы здесь. И лицевые счета нам очень важно, чтобы были переведены в процессе предоставления субсидий именно на граждан, которые будут получать субсидию. И деньги будут поступать конкретно на вот эти лицевые счета после назначения субсидий. Поэтому нам нужно, чтобы этот лицевой счет на период действия субсидий был четко зафиксирован за гражданином, который к нам обратился, чьи доходы мы взяли в расчет. Поэтому это очень важно, вот эти моменты. Татьяна Ивановна, 4 минуты у нас, поэтому у вас есть возможность. Если еще есть какие-то такие узкие места, с чем вы сталкиваетесь, вы сейчас можете озвучить. Но я бы хотела, вот как мне кажется, в всяком случае, готовясь к эфиру, по числу зарегистрированных, вернее, по зарегистрированным лицам в квартире. Если человек, допустим, он зарегистрирован, но его нет, он в какой-то длительной командировке за границей, или он уехал, просто живет там, или у своей жены молодой переехал, уехал от родителей, или наоборот, женщина уехала, там, вышла замуж и куда-то уехала. Как с этим быть? Ну, в вашем вопросе есть сразу несколько ответов. Почему? Потому что у нас, в соответствии с постановлением Кабмина, у нас конкретно введена такая норма. Если все услуги по счетчику определяются в этом домохозяйстве, то тогда вопрос решается решением комиссии, если гражданин уехал, именно если он уехал, отсутствует в конкретно известном месте, и оттуда может предоставить свои какие-то справки, например, работает он в другом городе, родителям пришлет, например, выписку с приказа предприятия о том, что он работает на этом предприятии с какой-то даты по сегодняшнему имени. То есть 14-й год он не пользовался услугами, и на следующий момент он не пользуется. А в доме все считается по счетчикам. То решением комиссии обращается он, он должен подчеркнуть заявление, вот эту строчечку прошло, масса заявления рассмотреть на комиссии, его исключают, он зарегистрирован в этой квартире, но его исключают из состава семьи, решением комиссии. Из потенциальных пользователей услуг. Да, да. И мы уже работаем с оставшимися членами семьи, и даже если там осталась, например, мама, пенсионерка, у нее увеличивается право даже на сверхнорму получить субсидию, потому что так она с работающим либо сыном, либо дочкой была, работающего возраста была зарегистрирована, а так она стала сама пенсионерка, и у нее появились новые права. Если мы говорим о тех гражданах, которые именно услуги не учитываются счетчиками, тогда эти люди должны пройти коммунальные предприятия и решить с коммунальными предприятиями, на основании каких справок, по какому порядку они смогут их снять с начисления. И тогда тоже мы на оставшиеся остальные граждане будем назначать жилищную субсидию по оставшемуся количеству. Мне пришлось столкнуться с людьми, которые боятся оформлять субсидию, потому что почему-то уверены, что через какой-то период времени им придется возвращать эти деньги. Субсидия назначается на безвозвратной основе? Да, в постановлении коммунета министров написано, что субсидия это безвозвратная. То есть все, что вы получите, это вы получите, вам компенсируется. Только чтобы не было у нас, будем говорить, вот той ситуации, когда у нас будут не указаны декларации дохода, и у нас будет, будем говорить, нецелевая выплата, за которую гражданам придется рассчитываться. И постановлением этом усилена норма в двойном размере. Поэтому, вот чтобы этого избежать, выписываем по каждому счету. То есть нужно тщательно подойти к заполнению, не нужно играться с государством, потому что государство дает в одном размере, а отберет в двойном. Я благодарю начальника отдела государственной социальной помощи, управления социальной гарантией Департамента социальной защиты населения Харьковского облога с администрацией Татьяной Кононенко за такую обстоятельную беседу. Вы смотрели программу «Отражение», программу провела Елена Бараник. Всего хорошего, до свидания. Я думаю, у вас все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин